алё привет здравствуйте 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 я с первого раза понял здравствуйте не надо повторить от которого я искал и вот он сам как-то это так слишком романтично можно попроще дело в том что я давно тебя ждала это из из фильма то ли так только две недели нет как долго я тебя ждала из москва слезам не верит прямо андрей дело то что если честно как все говорят я видел трансляции и ради тебя закачал 4 лет чтоб попасть на тебя вот второй день ищу 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 и ты знаешь попал ну но ничего хотите сказать огромное спасибо пожалуйста да за твою позицию я не совсем могу конечно соглашаться а вот но то что ты четко так выражаешь и говоришь вот свою линию который говорю можно опять же хорошо хорошо спасибо за поддержку и я больше даже как так я проникся после того когда не трансляции смотрел осмотрел твои поездки в а то пел твои вот передвижения по разрушенным поселкам городам вот это больше честно говоря влияет на россиян которые и живут которые много чего не знают которые может быть так воспринимают информацию которую представляете ли видеть мы по разным сторонам по разной границе вас одна правда у нас своя правда вот но и с тем и другим по крайней мере здесь в россии хочется при закончить по крайней мере чтобы с двух сторон перестали гибнуть ли нам украинцам не этого хочется понимаете сейчас чеш говорит чтобы там по то чтобы это стали чтобы от нас про мнение не мы хотим просто как бы решить эту проблему разы навсегда мы хотим понимаете вот настолько кардинально не просто чтобы вот ну вот просто чтобы перестали гибнуть людей не это само собой понятно но мы не хотим чтобы эти люди гибли через 10 50 100 лет опять из-за того что вы это делаете всегда вот сейчас замерить вот сейчас прийти втереться в доверие просто чтобы не было войны а потом через какое-то время еще одна пасть на украинцев еще втереться в доверие опять поднять под себя я думаю что уже не будет так а я думаю что еще все возможно все еще будет решаться в следующем году я думаю что тут вообще сейчас разобраться россии с донбассом куда может быть и нужно получить на ходить крым ладно разобрались крым такой делать наши подводные лодки это база это нужно было сделать дизайн другие вот поэтому а вот донбасс конечно подпиши но это так мои личные опять же но может не совпадать с мнением даже руководство российского и зрители которые смотрят чем я понял вот все равно тебе за позицию спасибо в любом случае хорошо спасибо за поддержку полтаве давайте слава украине много был полтаве люблю телеканал у того вот обработать замечательные люди живут прекрасные друзья поэтому я хочу только мира любви и счастья и победе и победы украине ну а победы тут не будет андрей ну какая победа но ты знаешь что такая нормально как это не будет когда последнего украинца как ваш нет не до последнего украинца нет за украину нужно не умирать и нужно убивать но хорошо обоюдно же убивает ну что думаешь убивает только только убивает такого так убивать же можно не только оружие у меня знакомые тоже там вата и они сообщают новости там все там ребята уезжают с кремчуга уезжают туда я им тоже верю я смотрю их правду да вот начинаю здесь общаться с донецким даже переключаешься ловишь иногда бывает ребят слушать я скажите среди ваших знакомых убила кого-нибудь вот на донбассе к счастью нет но когда я так я вам скажу что у к у большинства украинцев уже есть и погибший раненый на донбассе все вот эти ваши сопли которые вы пришли сюда втирать про ой 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 какие замечательные люди как много друзей лишь бы не было войны нет я вам скажу сейчас от души просто от себя и от украинцев которые перед этим там стриме делегировали мне это полномочия идите вы нахуй со своими соплями и со своей дружбой а что я не договорил еще вы вот этими вот своими слюнявыми беседами вы нас больше не наебете я просто души сейчас вам говорю вот эти ваши все сопли про всех знакомых ребята там и все остальное можете засунуть себе в жопу мы уже прекрасно знаем кто вы есть на самом деле вы оккупанты люди без чести и без совести ваше дело это быть на задворках цивилизации мы украинцы будем стараться максимально я по крайней мере буду прикладывать к этому максимально усилий чтобы мы бы мы были от вас подальше так как все цивилизованные страсти нет поэтому вы идете ничего страшного у израиля есть соседи у латвии есть соседи вы у грузии есть соседи и от вас нужно держаться подальше хоть вы и соседи понимаете поэтому от души идите нахуй слюнявые пидоры блять такие сукам без было в жопу блять приходят такие замечательные дети просто чтобы не было войны блять это же понимаете просто не было войны так я же не против чтоб не было войны забирайте нахуй своих пидоров с донбасса и просто чтобы не было войны блять забирайте своих пидоров из крыма блять и просто чтобы не было войны я тоже я честно говоря я тоже чтобы не гибли люди ребята я двумя руками за двумя но чтоб не гибли люди мы покупаем три лылеки на ваших горячих кацапских оккупантских сраках блять мы покупаем тепловизоры чтобы не гибли люди с вами нужно только так чтобы не гибли украинцы вас пидоров оккупантских надо пиздить что вы боялись сука свой нос в украину пихать я специально на русском языке говорю что вы хорошо понимали для украинцев кажу треба від цих падлюк триматися подалі якщо вони нас знову зараз надурять в нас іншого шансу може не бути вони знищать вони знищили вже купу народів які не пам'ятають ні свого коріння не своєї мови нічого не пам'ятають ми ще українці ще пам'ятаємо взагалі мати національність сучасному світі це розкіш не кожна країна себе не кожен народ може собі це дозволити і ми українці повинні це цінувати що ми маємо можливість дотркнутися до до свого коріння розумієте мати культуру мову літературу нащадки і нащадки і і історію і археології все що хочеш і жити на такій чудовій землі і не треба нам оті там всіх цих розказніх російських не треба нам цього хай ідуть в дубу заїбали блять мені мене оці слюняві ще більше дратують тому що вони брехливі блять собаки воно ж приходить ви ж розумієте так завжди як вони приходять усю-пусю 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 блять сука потім ножа тобі в спину завтра ж ножа тобі в спину він перший увіткне ліж би не було війни блять забирайте нахуй своїх блять і уїбанів всіх блять і завтра ж не буде війни поки ви сука не приперлися в тим в Україну в нас не було війни 25 років не було війни ну как то так ну как то так ну 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 хочу вам еще напомнить такую фишку которая ходила в четырнадцатом году сейчас вы ее призабыли но вы сейчас все быстро вспомните кто вконтакте сидел в фейсбуке ну вообще в соцсетях и ходила такая картинка хитрый который казалось бы ну ничего ничего страшного такого в ней нет и было написано что там было написано что сохраняйте спокойствие не ссорьтесь со своими знакомыми из россии из украины не переходите на личности поскольку скоро это все закончится и вам придется жить опять всем вместе это еще четырнадцатом году такая на пару украинский группа ходила такая хуйня то есть предлагалось как бы чтобы чтобы мы не не принимали участие не сопротивлялись понимаете чтобы не сопротивлялись меня тогда еще это а все по стиле и такие блять все друг другу пересылали там такие с какого хера я должен держать себя в руках пока убивают украинцев там на донбассе оккупировать нашу территорию да даже даже ну в крыму там никто не никого не убило как говорят они так а сколько убила судеб вообще это оккупация сколь скольким украинцам крымским татарам русским других национальности сколько скольким людям пришлось покинуть крым кто-то задумался сколько пол поломано жизни вообще сколько людей которые нормально жили в своих домах все им пришлось покинуть вы представляете что такое покинуть свой дом бросить все нажитое там поколение это это не брали тут игрок про правильно чувак говорит там представляешь себе оккупант золото зубы как я люблю вашу стоматологию это пиздец великая страна не улыбайся рот закрой будешь выглядеть как будто бы с великой сука голые беззубые у ебаны нахуя вы лезли скажите пидоры в украину нахуя вы со своими беззубыми ебалами лезли сюда шо вы хотели принести блять этим крымчанам которые жили сука как сыр в масле блять там как кот в масле или кто там блять по два раза каждые два года меняли машины блять на туристах в крыму шо вы им хотели принести беззубые ебала свои туда шо вы хотели им дать ну вот смысл какой на донбасс вы хотели блять у людей было у шахтеров был полторы тысячи долларов было на зарплату шо вы принесли теперь 4 с половиной тысячи русских рублей люди ебашит он может сейчас чуть больше там и копоек какой-то дают я понимаю когда у людей блин уже все есть ну ну блин ну достигли уже там эти гипер лупы херячат по всей сибири там все обустроено ну все уже вылизано деревца образование все ну и смотрят там загнивает там украина там все ну голодные боссы блин и высокими технологиями решили помочь сука сами беззубыми ебалами вы хотели помочь нахуя вы лезли блять долбоебы российские спросили бы путина куда он ваше бабло дел лучше бы стали на колени блэть постояли как вы умеете бастовать блин а 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 ар а а а Продолжение следует...